Новогодняя ель в Черногорском парке столицы Хакаси – одна из самых высоких в Сибири. Входит в первую пятёрку, уступая лишь Красноярску и Барнаулу. Бронзу Абакан делят с Иркутском и Кемерово. Там тоже накануне главного праздника зимы ставят 25-метровую ёлку. Завтра у нас оканчивается приём заявок на изготовление ледовых горок и ледовых композиций, фотозон, ограждение вокруг новогодней ели Черногорского парка. На сегодняшний момент у нас уже две заявки есть, то есть два потенциальных подрядчика претендуют на участие в этом аукционе, поэтому завтра окончательно мы сможем выяснить, кто из подрядчиков будет у нас готовить ледовые наши композиции. Мы надеемся, что лёд также будет, соответственно, нарощен на водоёмах наших, для того, чтобы можно было нужной толщины его нарезать. И подрядчик вовремя нам изготовит все наши ледовые композиции. Городские коммунальщики собирают каркас из стальных конструкций в три этапа. Этим занимается бригада Баканского паркового хозяйства. Как только дойдёт черёд до гирлянд, их сменят энергетики службы благоустройства. На них вся иллюминация. На заключительной стадии – искусственная хвоя. Почти три тысячи пушистых веток. В Черногорском парке будет впервые сделана четырёхскатная горка высотой 4 метра. Будет также горка двускатная высотой 3,5 метра. И для малышей будет сделана горка метровая. Также будут у нас подготовлены новогодние площадки в Комсомольском парке и в Преображенском. Мы там полностью уйдём от ледяных горок на деревянные. Будут установлены горки высотой 3 метра и метр высотой. Подножие ели в Черногорском парке закольцует символ наступающего года. Дракон выполнены из прозрачного льда в компании Деда Мороза и Снегурочки. На этой неделе мы ожидаем поставку дополнительных фотозон от наших подрядчиков с Урала, которые поддерживают нас в этой части. Именно поставляют нам иллюминацию, и вот такие светящиеся элементы. Мы их будем устанавливать на театральной площади. Должны будут прийти два больших снеговика по 2,5 метра высотой. Мы ожидаем поставку в ближайшее время по линии Абаканского паркового хозяйства деревянных корок в количестве 7 штук, которые также будут у нас установлены по районам нашего города. С сегодняшнего дня в Абакане стартует сезон ледового строительства. Начать его коммунальщики планировали еще на прошлой неделе, но подвела погода. Резко потеплело, и главные стройматериалы – снег со льдом – теперь придется заготавливать заново. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok